428 автобусов задействовано в пассажирских перевозках в летнее время. На 100 больше, чем в межсезонье. Продлен график работы общественного транспорта до полуночи. Уменьшен интервал движения автобусов. Состояние дел в отрасли улучшилось, но замечания есть, отмечают общественники. Приятно было смотреть, когда на линии появились чистые автобусы, когда они помытые, все это самое. То есть есть водители, которые с ответственностью относятся к своей работе. А есть все-таки водители некоторые, очень относятся плохо. Выезжает на линию автобус грязный. Если ряд, допустим, стоит автобусов на остановке, то он рядом становится, высаживает пассажиров и поехал дальше. То есть ему лень подождать, я не знаю, чем это связано, но создается аварийная обстановка. Оперативно принимать меры по жалобам людей, рекомендует председатель общественного совета Александр Смирнов. Он отдал дорожно-постовой службе немало лет и знает, как сложно организовать дорожное движение в высокий сезон. Пассажиров очень много, без трудностей не обходится. Скоро контролировать работу общественного транспорта станет проще. Создается единый диспетчерский центр. Данный диспетчерский центр позволит мониторить транспортные средства, оснащенные системой позиционирования ГЛОНАСС. То есть в режиме реального времени отследить местоположение, скорость автобуса, а также отклонение его от маршрутов. На сегодняшний день уже оснащено 339 транспортных средств, приборами, что составляет порядка 80%. Добросовестные перевозчики тоже стараются повысить качество услуги. Приобрели 9 низкопольных автобусов. Они удобны для маломобильной категории граждан. По возможности идет и обновление автопарка. Члены общественного совета также обсудили проблемы в организации дорожного движения. Продолжение следует...